Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. В рамках республиканской акции «Неделя леса» на Брещене планируется высадить более 460 гектаров новых лесов. Выполнено уже около 50% работ. К добровольной акции подключились работники Брестского углосполкома во главе с председателем Юрием Шулейком. Обращение по адресу председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович обсудил молодежные проблемы во время приема граждан и на дискуссионной площадке в Бресте в Центре внимания защита прав детей. Я вакцины не боюсь, если и нужно, уколюсь. Прививочная кампания в Брестской области продолжается и набирает обороты. На очереди население. Прямо сейчас подводим итоги недели вместе. С 3 по 10 апреля представители лесхозов, областных организаций, охранной окружающей среды, молодежи и общественности вносят свою лепту воспроизводства лесов. Они высаживают деревья, благоустраивают и убирают лесной фонд, показывая пример отношения к главному природному богатству Беларуси. В этом году республиканская акция «Неделя леса» приурочена Году народного единства. А потому столь многих она смогла объединить. Помочь нашим зеленым легким стать чище и больше – главная цель, которую преследуют все участники акции. В этом году на Брещене планируется высадить более 460 гектаров новых лесов. Выполнено уже около 50% работ. Накануне к добровольной акции подключились работники Брестского облсполкома во главе с председателем Юрием Шулейко. Посадка деревьев дело не ограничилась. Все подробности в первом материале нашей программы. Перед началом плодотворной совместной работы генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения ознакомил участников акции с тем, как ведется лесное хозяйство в Брестской области. Выставка лесохозяйственной техники, древесины, доклад о достижениях и планах – об этом и многом другом говорили на встрече. Первая задача лесоводу и лесников – вырастить лес. Это наша основная задача. И это такую задачу мы ставим перед всеми нашими учреждениями. Вторая задача – это обеспечить государство древесиной, обеспечить все предприятия древесины и получить выгоду, выручку. И с этой задачей тоже мы успешно справляемся. Грандиозные планы, которые у нас на этот год – это у нас строительство пилетного завода в Анцевичах. У нас идет уже такая стадия завершения. Дальше пилетный завод в Кобрине. У нас тоже уже полным ходом идет строительство. Ну и начало строительства пилетного производства в Барановичах. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко в свою очередь не только мониторил ситуацию, но и активно задавал вопросы. Вот какой у вас есть размер с укорененной, так сказать, корневой системой, ну это как бы маловато, еще побольше. Отвечая на все вопросы и рассказывая о перспективах на будущее, представители лесхозов отмечали и реализацию многих проектов. Среди них внедрение с августа 2021 года единой государственной автоматизированной информационной системы, которая предназначена для учета леса. Она позволит автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений, а также сможет контролировать передвижение лесозаготовленных материалов на всех этапах. Внедрена она уже с 2020 года. Пока опытный образец, но с 1 августа уже будет официально, будут верковаться штабеля. К каждому штабелю можно будет подойти с определенной программой, сканировать, сколько кубов в этом штабеле лежит. Также на транспортировке будет выбиваться чек с QR-Q-кодом, где, допустим, или директор организации, или, может быть, какой госорган, как у нас есть охрана, ну, инспекция по президенте, может проконтролировать, не украли этот лес, или сразу наводит на чек камера и выскакивает местоположение склада, где он грузился, сколько кубов, как бы водитель, номер машины, все это вбивается. После детального знакомства с введением лесного хозяйства в Брестской области от слов быстро перешли к делу. Сменив деловые костюмы на рабочую форму, вместе с работниками лесхоза чиновники с азартом взялись за дело. Совместный труд объединяет, тем более, что дело-то хорошее. Уже через несколько десятков лет на этой культивированной лесосеке в Брестском районе площадью в 5 гектаров появится красивый сосновый лес. В целом мы планируем высадить порядка 2 миллионов, по цифре таковы, прошлый год мы высадили 1 миллион 300 где-то, это 280 гектаров. Сейчас планируем высадить 2 миллиона, это где-то на 400 гектарах, это различные участки, их будет порядка 330-350, где будут посажен материал, который подготовлен в области для посадки волонтерами леса. Ты садишь лес, ты садишь будущее, ты сегодня делаешь шаг вперед природе для того, чтобы легкие Белоруссии, это в будущем и материал для переработки. Поэтому в стране принята серьезнейшая программа сохранения переработки сегодня леса, посадки, мы возобновляем, поэтому у нас сегодня и в стране сильно развита деревообрабатывающая промышленность. В 2021 году компания, приуроченная к Году народного единства, охватила все регионы страны. Ее участниками стали люди неравнодушные, и таких только в Брестской области более 6 тысяч человек. Таких масштабов, что касается и количества высаженных деревьев и людей, принявших участие, давно не было. За время акции мы планируем посадить за эту неделю более 460 гектар леса. А вообще в этом году у нас план 4650 гектар. Это меньше, чем в прошлом году, потому как в этом году уже нет такой беды у нас в лесу, как жук-караед, который в прошлом году еще мы боролись с ним и успешно. В этом году на Брещене высадят 460 гектаров новых лесов. Выполнено уже около 50% работ. Лесхозы на юге региона начали посадки чуть раньше, позволили погодные условия. К слову, до конца апреля работы по созданию и дополнению лесных культур планируется закончить. Но благоустройство на этом не завершается. Впереди еще много дел и планов. Каждая весна всегда ассоциируется каждого хозяина с наведением порядка. Сегодня во всех фактических районах уже приступили к наведению порядка в селах, в городках, в районных центрах. В том числе мы в городе серьезно наводим порядок. Это касается, конечно, уберки мусора, который образовался бытового, в том числе за осенний-зимний период, то, что еще весной. Мы сегодня начинаем ремонтировать дорожное покрытие. Уже температуры позволяют, вы видите, насколько это в городе в этом году мы активно ведем ремонт ямочного, критический ремонт. Его еще продолжим. Будут положены несколько связующих новых абсолютно дорожных покрытий, которые улучшат инфраструктуру города. Ну и, конечно, отзывы граждан, в том числе и Брест, наверное, будут положительны в сторону руководства области города в том числе. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Брест активно благоустраивается и озеленяется. Весеннее время к этому располагает и происходит это каждый год. К процессу «трудимся все и вместе» брещане уже привыкли. Люди понимают, мир стремительно развивается, растет уровень жизни человека, появляются новые технологии. В связи с этим мы все больше теряем что-то первозданное, живое. Речь идет о природе. Всегда нужно помнить о равновесии. Потребляй, не забудь восполнить. И Брест восполняет. Не зря наш город носит звание самого зеленого. Месячник благоустройства в активной фазе. Всю неделю мы снимали и показывали отдельные его моменты. Сегодня саккумулировали инициативы брещан в один материал. Тему продолжит наш корреспондент Алена Меневич. Со времен акции «Тысячи деревьев к тысячелетию Бреста», стартовавшей в конце 2018 года, уже высажены тысячи и тысячи деревьев. Участие в акции принимают все организации Бреста во всех частях города. Но вот зона ответственности и большой фронт работ лежит прежде всего на специалистах предприятия «Коммунальник». Сегодня для них озеленение в приоритете. Съемочная группа застала их на посадке деревьев в сквере Иконниково. Чуть позже присоединились к ним сотрудники прокуратуры. Планируем уже около десяти тысяч деревьев посадить. На данный момент у нас высажено порядка 3900 деревьев и 1276 кустарников. В данный момент мы проводим посадки по центральным улицам города. Это вот скверы Иконниково, Гоголя, Оржаникидзе. В основном липы, дубы, клены. Я думаю, что для всех не секрет, что город Брест славится тем, что это наш самый зеленый город в стране. Поэтому и мы решили принять участие в том, чтобы наш город был еще красивее, чтобы он был еще зеленее, чтобы он был еще интереснее и привлекательнее и для жителей, и для гостей нашего города. В связи с этой акцией мы сегодня участвуем в высадке алии из 15 лип в сквере Иконниково. 10 апреля, в эту субботу, мы будем участвовать в высадке хвойных пород деревьев в деревне Сбунин Брестского района. Поэтому и дальше будем активно участвовать в озеленении нашего любимого города. Помимо центральной части города озеленяется район Юземер-5. Новый и пока совершенно пустой квартал. Высадка активная, работы ведутся везде. На личных подворьях, дворовых территориях, многоквартирных домов, общественных и памятных местах. К благоустройству территории Брестской крепости, гарнизонного кладбища и других памятных мест приступили военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Не осталась в стороне и Брестская пограничная служба. Для них это место знаковое. Много людей, которые здесь похоронены, в свое время отдали большую часть своей жизни делу охраны границы. Многие из них служили непосредственно в Брестской пограничной группе. Среди них такие имена, как герой Советского Союза, Барсуков, который когда-то командовал Брестской пограничной группой. Кроме того, Варлам Михайлович Кублашвили, возле могилы которого мы сейчас находимся, легенда всего Советского Союза. Погранвойск не только Беларуси, но и всех союзных республик. Человек, который в советские времена бил все рекорды по задержанию контрабанды, которого еще называли прапорщик-миллионер, потому что сумма задержаний исчислялась миллионами. Для пограничников преемственности традиции – это не пустые слова, поэтому мы предпочитаем не только словом, но и, как говорится, делом подчеркивать это каждый год. Наводим порядок, в том числе, на кладбище, привлекаем к этому и молодежь города Бреста. Для многих это возможность узнать новое о тех людях, которые когда-то жили в Бресте, и, собственно говоря, сделали наш город таким, как он выглядит именно сегодня. Надо отметить, что некоторые люди, которые здесь похоронены, действительно знаковые. Поэтому присматривать за их могилами – это наша обязанность. Конечно, уборки здесь и так проходят регулярно, но территории большие, а значит, возможность приобщиться к благородному делу есть у каждого. В рамках республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» активисты Ленинского БРСМ тоже присоединились к уборке гарнизонного кладбища. Буквально неделю назад была средняя школа номер 8 Ленинского района, средняя школа номер 18, торгово-технологический колледж. Посещают в месяц, можно сказать, что в неделю по разу учебное заведение постоянно приходится выбирать. Это не то, что там люди сидят и говорят, что вот один раз убрали, засветились. Нет, это неправда. Нужно делать добрые дела, нужно делать хорошие дела. Обсуждать все могут. По сути, данная акция должна еще прививать к человеку то, что должна быть память. Люди должны помнить свои герои. Трудовые десанты работают по всему городу и работы продолжатся. Уже в следующую субботу, 17 апреля, брещане примут участие в Республиканском субботнике. Будем трудиться все и вместе. Встреча вышла из рамок простого приема. Открыто и откровенно говорили о детях, о молодежи, о тех проблемах, которые есть в молодежной среде и которые волнуют также учителей, родителей и сенаторов. На встречу были приглашены и активисты молодежного парламента Брещины, чтобы воочию увидеть, услышать, прочувствовать, как решаются на таких приемах вопросы и проблемы. Все подробности в следующем материале программы. Виктор Лискович считает себя практикоориентированным сенатором. Каждая встреча – это третья. В должности председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, имеет определенный алгоритм работы, который начинается с мониторинга ситуации в целом. Особый акцент на молодежь и должность обязывает и время. А потому в обязательном порядке на приеме присутствуют активисты молодежного парламента. Самое главное, мы их не просто зовем, мы хотим, чтобы они стали активными собеседниками в поднимаемых вопросах. Такую практику мы уже применяем не первый раз. Все, что мы делаем, мы должны делать вместе. Мы должны своим примером показывать молодым людям, как нужно работать, как нужно решать вопросы, как нужно заботиться о других. Итак, прием узконаправленный. Все обратившиеся имеют отношение к образованию, но достаточно информативный. Из одного вопроса вытекают другие, которые тут же берутся на карандаш. У директора Брестского государственного колледжа связи Михаила Куиша, он же председатель Республиканского совета директоров учреждений профобразования, вопрос широкомасштабный, общий для всех его коллег. Организация питания учащихся, получающих среднее специальное образование. Правильнее сказать, освобождение от платы за коммунальные услуги организаторов питания. Суммы там, конечно, такие для частника, допустим, да даже для комбината общественного питания, достаточно неподъемные. Если организовать свое питание, то есть свою столовую, то в принципе мы все равно должны из-за небюджета или загонять в цену оплату коммунальных. Сами себе оплачиваем, понимаете, по-любому. Мы давно выходим с предложением о том, чтобы освободить тех частных предприятий или общественного питания предприятия, которые организовывают питание учебных заведений профессионального образования от платы за коммунальные. Не менее важный вопрос от Михаила Куиша – медицинская справка при поступлении. В ней сегодня указана графа, годен или нет для обучения. Камень преткновения в том, что потом выясняется, что для обучения годен, а для работы по специальности – нет. Отучить его четыре года, для того, чтобы он потом не смог эту профессию применить для того, чтобы себя обеспечить – это неправильно. Мы тоже достаточно долго поднимаем этот вопрос. Все эти вопросы Виктор Лискович предложил рассмотреть на Большом совещании по вопросам профобразования, которое пройдет в середине апреля. Вторая часть приема касается домов семейного типа. Сегодня в Бресте их девять, пять из которых в московском районе объединены в квартал Новоснецова. Родитель-воспитатель одного из них, Виталий Иванов, знает не в теории, а на практике, как преимущество этого образовательного проекта, такие его проблемы. На прием пришел с предложением проводить раз в два года фестиваль домов семейного типа. Поддержка на законодательном уровне будет как нельзя кстати. У нас у всех, у этих взрослых и детей, одинаковая цель – социализировать этих ребят. Для того, чтобы их социализировать, в них нужно поверить и предложить им площадку для самореализации. Ну а так получилось, что именно четвертый дом, географически расположенный удачно среди остальных домов, стал той площадкой, где мы уже реализовали 17 проектов очень хороших, серьезных и мероприятий. И возникла идея создать большой праздник для детей раз в два года, который будет объединять опыт родителей-воспитателей и дети из детских домов семейного типа, и патронатные, которые находятся под патронатом, ребята, смогли показать себя на красивой, хорошей сцене. И все это возможно. Мероприятия, объединяющих и детей, и родителей-воспитателей, на одной площадке уже проведено немало. Да и площадка есть, есть своя символика, а планов у Виталия Иванова еще больше. Он знает, каким должен быть фестиваль домов семейного типа, и что даст такая форма объединения и детям, и взрослым. Так каким будет фестиваль? Солнечным, праздничным, очень позитивным, где ребята, поверив в себя, покажут, на что они способны. Я вижу в этом проекте практическую сторону, где родители-воспитатели смогут собраться за круглым столом и реально поговорить о своих проблемах, обозначить их, эти проблемы, и попробовать наметить пути их решения. Не теоретически, а вот в практическом векторе. По сути дела, почему я обратился в общественную приемную. Проект готов для того, чтобы мы показали его на республике. Готовы, потому что дети готовы. Готовая площадка детского квартала готова. И идея этого проекта объединить в информационную, может быть, в единоинформационное обучающее пространство детские дома семейного типа позволит этим детям социализироваться лучше. Мы записываем наше интервью уже после встречи с сенатором белорусским. Чего хочется? Какого результата? Хочется рассказать об этом проекте на уровне Министерства образования. Это первое. Хочется рассказать об этом проекте и увидеть, ну, сказать, что хочется, чтобы вопросы были решены. Нет. Вопросы пытаются решаться и на местном уровне. И есть и поддержка, и понимание проблем. Но здесь хочется, чтобы в нас поверили, услышали и разрешили попробовать сделать. А всё остальное, мы уверены, получится. А касаемо развития в рамках союзного государства, я уверен, что опыт Российской Федерации и гостей из Российской Федерации, которых мы будем принимать, они будут удивлены нами, я в этом уверен. И мы найдём хороших, надёжных друзей. Взвесив все за, Виктор Лискович задал один вопрос. Готовы ли принять на этой площадке выездное заседание Президиума Совета Республики и показать свою работу ответ утвердительный. Всегда рады гостям. Продолжая разговор о домах семейного типа, методист отдела образования Московского района Бреста Юлия Парафенюк предложила закрепить законодательно возможность для родителей-воспитателей повышать педагогическую категорию, тем самым увеличить им заработную плату. В положении записано, что родители-воспитатели детского дома семейного типа являются педагогическими работниками. Но, к сожалению, в положение об аттестации квалификационной категории они не внесены. Поэтому, выполняя огромный большой труд и, тем не менее, они и проходят курсы повышения квалификации, этот вопрос не рассмотрен. То есть мы хотим внести, чтобы все-таки они, являясь педагогическими работниками, могли повысить свою квалификационную категорию. В том числе это позволит им повысить свою заработную плату, но, конечно же, и стимулировать профессиональную свою деятельность. И это даст какой-то толчок для саморазвития. Наталья Кондратьева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района, выступила с инициативой внести дополнение в положение о порядке организации финансирования, трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. Сегодняшний прием, те вопросы, которые поступили, будут обобщены и представлены в Национальную комиссию по правам ребенка, переданы в Министерство образования, прежде всего, в другие республиканские органы госуправления. И будут или оперативно решаться, где это необходимо. Готовится изменение в кодекс об образовании. Он будет существенно переработан, я думаю, принят в первом чтении в ближайшее время. И все эти поправки мы учтем при формировании уже этого документа. Ответы на эти вопросы было интересно услышать представителям молодежного парламента, тем более, что далее все участники встретились на дискуссионной площадке, рассказывали о своей работе, делились опытом, слушали советы и пожелания. Виктор Лискович провел и неформальное общение, рассказав, что является активным пользователем социальных сетей и пригласил подписаться на свою страничку. Мы изнутри видим всю так называемую кухню депутатскую. И не зря говорят, что молодежный парламент должен быть и стать в дальнейшем кузницей кадров. Это мы и замечаем, наблюдаем, что сейчас и происходит. Также дискуссионная наша диалоговая площадка, где, хочу заметить, сначала наша молодежь была немножко зажата, но потом Бресюк Геннадий Иосифович, Наркевич Юрий Иосифович и Лискович Виктор Андреевич создали такую обстановку доверительную, что ребятам не было вот какого-то дискомфорта или, то есть, что хотели, по сути, то и спрашивали. Посетили участники встречи музей «Пятый форт». Для них была проведена экскурсия, а также возложили цветы к вечному огню Брестской крепости. Лариса Осмолович, Алена Миневич, Эдуард Бакунович и Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». К другим темам. Этот человек работал главным архитектором Минска, но волею судеб вернулся в родной Брест, чтобы возглавить Управление архитектуры и градостроительства Брестского горосполкома. С 2014 по 2021 год наш город рос и развивался во многом благодаря проектам, реализованным с помощью и благодаря Николаю Власюку. Но сегодня в его жизни и карьере новый этап. Наши корреспонденты побеседовали с главным архитектором уже области, о работе, о планах на будущее и перспективах развития Брестского региона. Архитектор во втором поколении Николай Власюк, еще будучи мальчишкой по рассказам отца, мог безошибочно определить стиль любого здания. Можно сказать, что профессия уже тогда выбрала его. Если были некоторые колебания, то желание строить города победило. Я закончил Брестскую архитектуру, потом аспирантуру в Минске и работал в Институте градостроительства в Минске. После защиты кандидатской я вернулся в Брест на кафедру и заведовал кафедрой архитектуры. Это была своеобразная отработка направления Брестского университета. Дальше меня пригласили обратно в Институт БелНИП, уже на должность замдиректора института, где я курировал градостроительную науку вообще на уровне Беларуси. Глобальные масштабные проекты, градостроительные проекты территориального планирования. После этого пригласили на должность главного архитектора Минска. Но, в общем-то, вернуться в Брест мне было приятно, интересно. Брест очень уютный город. И я ничуть не жалею, что я вернулся в Брест. И сегодня есть возможность себя реализовать именно в родном городе. Если говорить, да, ощущаю ли я себя чистым чиновником, то, наверное, нет. Скорее, я градостроитель, урбанист, ученый, житель города, а потом уже чиновник. Будучи востребованным специалистом, он внес свою лепту и в развитие столицы. Но вернулся в родной город, о чем ни разу не пожалел. Здесь выступил координатором и инициатором целого ряда масштабных проектов. При этом не побоялся доверить некоторые из них никому неизвестным, но талантливым молодым специалистам. И не прогадал. Теперь, приняв пост главного архитектора области, он, тем не менее, оставил Бресту свои начинания, которые уже сегодня работают на перспективу. Главным архитектором города Бреста я был 7 лет. Многое удалось сделать. И, конечно, это празднование тысячелетия города. Это уникальная возможность поучаствовать в знаковых проектах города, такие как и западный обход, и автовокзал, и набережная, и прочее, и прочее много других объектов. Удалось разработать городостроительную документацию, то, о чем я тоже говорил. И удалось впервые в Беларуси сделать стратегию пространственного развития, которая разрабатывалась вместе с генпланом города, где мы определили основные векторы развития города, такие как компактный город, такие как зеленый каркас города, развитие общественного транспорта, развитие общественных зон городских, пешеходных зон, концепция универсального дизайна, концепция симбио-сити. И многие вот эти наработки, многие вот эти вектора, они сегодня дальше идут, прорабатываются, и я считаю, что город развивается. И мне не стыдно за те проекты, которые были реализованы. За последние семь лет Брест действительно преобразился. Однако Николай Власюк подчеркивает, что без поддержки со стороны властей вряд ли удалось бы реализовать задуманное. Нельзя перетягивать идеал на себя. То есть, все-таки работа команды. И если бы не поддержка мэра Александра Степановича, то многие чиновники, они не хотят слышать, они дают просто команды. И Рогачук в этом смысле очень, Александр Степанович, очень лояльный человек. Он слышит, и было с ним очень комфортно работать. Поэтому, конечно, мне жалко уходить с города. Мне жаль покидать коллектив. Но, тем не менее, вроде бы мы здесь недалеко через дорогу остаемся. Много раз наша съемочная группа приезжала в горисполком с целью взять комментарий главного архитектора. И неизменно у кабинета его ожидали люди со своими проблемами и предложениями. Чтобы быть успешным, важно слышать людей. Ведь каждый из них вкладывает свою частичку в историю развития города. Если анализировать вообще градостроительство постсоветских стран, постсоветского этого лагеря, то была эпоха модернистского градостроительства. То есть, в принципе, Карбюзье – дом, машина для жизни. Или город, машина для жизни. Сегодня тенденции иные – гуманизация, экология, зеленое градостроительство, вот обращение к человеку. А если обращение идет к человеку, то здесь должна быть как бы такая система не только сверху вниз, не только когда доводятся параметры застройки, но и снизу вверх слышать людей, жителей города, которые тоже понимают, как хотят, в каком городе жить. Если говорить на перспективу, то планы по развитию Бреста продолжатся. Просто теперь необходимо работать над проектами в масштабах области и развивать пригород. Как сделать этот пригород комфортным и привлекательным? Конечно же, параметры городской среды должны быть качественные, качественно другие. То есть, приоритет экологии, приоритет зеленому градостроительству, приоритет малоэтажному строительству. Задачи пошире, поэтому здесь будет взаимодействие со всеми городскими архитекторами, с городской архитектурой Бреста, Пинска, Кобрина, Барановича и прочее. Мы будем встречаться, мы будем проговаривать, какие сильные стороны у каждого из городов, как осуществлять градостроительное развитие этих городов и области в целом. Я остаюсь членом градостроительного совета Бреста. У меня параллельно здесь свой областной градостроительный совет. Поэтому мы продолжаем работать в тесной связке, и город я не оставляю. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Прививочная кампания в Брестской области продолжается и только набирает обороты. С 19 января российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви» получили около 15 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч медицинских работников, около 3,5 тысяч работников сферы образования, а также порядка 2,5 тысяч социальных работников. Сейчас пришла очередь для иммунизации населения. Люди охотно записываются на прививку, чтобы избавить себя на долгие месяцы от нерадушной перспективы заболеть коронавирусной инфекцией. Получить свою дозу иммунитета возможно в прививочных пунктах, которые организованы на базе шести поликлиник. Очередной этап вакцинации можно ознаменовать строчками стихотворения Сергея Михалкова. «Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь». По очереди в поликлинике, которая собралась перед прививочным пунктом, можно сделать вывод, что люди боятся больше заболеть коронавирусной инфекцией, чем привиться. Марина Буткевич, например, с бесстрашием ожидает свой укол. И вот – все готово. К своему здоровью нужно подходить ответственно. Честно говоря, скажу так, у меня трое детей, и каждому из детей я делала вакцинацию согласно календарю прививок. То есть, мамки в песочнице говорили, да-да, нам не надо, мы против. То есть, я всем детям сделала, все прекрасно, все здоровы. Я спокойно могу отпускать своих детей в сад, в школу, на площадке, то есть, не боясь, что какая-то корь, какая-то зараза к ним пристанет. Вот. Поэтому исключительно по той же самой причине я решила привиться. Ну, потому что очень хочется, наконец-то, обниматься с людьми, общаться, быть в каком-то контакте. К слову, Марина Буткевич пришла в поликлинику не одна, а в компании своих родителей, которым давно за 60. Получить свою дозу иммунитета стало возможной для людей этой возрастной категории. И таких в очереди немало. Например, Софья Ярошенко, которая 65, тоже использовала шанс избавить себя от перспективы заболеть коронавирусной инфекцией. Чтобы выработался иммунитет коллективный, и поэтому нужно, чтобы больше людей привилось. И так себя оберечь. Лето приближается. Может, куда-то можно будет поехать. Неизменным остается процесс иммунизации, который проходит в два этапа. Сначала вакцинируют первым компонентом, после истечения трех недель – вторым. Следовательно, уже через 2-3 недели у человека появляются антитела, которые станут отличной защитой от ковида. К слову, из всех вариантов борьбы с вирусом, как сообщают эксперты, самым эффективным является вакцинация, а именно создание коллективного иммунитета. На сегодняшний день у нас по итогам даже вчерашнего дня около 150 человек приходят на вакцинацию. То есть это говорит о высокой моральной подготовке наших белорусов в плане того, что нужно только коллективно преодолеть эту пандемию. Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет против данной вирусной инфекции, необходимо привить около 60% населения. На сегодняшний день эта задача поставлена и определены временные рамки. Временные рамки определены Министерством здравоохранения до 1 октября этого года. Естественно, все зависит от поставок. На сегодняшний день они идут регулярно, большими партиями, поэтому недостатка в вакцине нету, и мы активно всех призываем вакцинироваться. На данный момент во всех лечебных учреждениях города есть два вида вакцины – российского и китайского производства. Правда, многие задаются не только вопросом выбора, но и еще одним, не менее важным – насколько целесообразна для них вакцинация, ведь некоторые уже болели коронавирусной инфекцией. Вакцинация возможна спустя 90 дней после окончания случая коронавирусной инфекции. Если прошло 90 дней, пациент спокойно может приходить и вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Кроме того, мы активно прививаем пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, то есть бронхиальная смотолица – те, которые в большей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией и получения осложнений после этой перенесенной коронавирусной инфекцией. На бесплатную вакцинацию врачи приглашают население несколькими способами. На участках у нас разрабатываются списки пациентов, которым в первую очередь необходимо привиться, они приглашаются, пациенты сами могут записаться на вакцинацию. В нашем учреждении это можно сделать через сайт, на котором имеется информация о возможности вакцинации, и пациент оставит свои координаты и его пригласят. Можно позвонить в коллективный центр, в колл-центр, который работает. Выданы телефоны заведующих отделений, где сидят определенные медицинские сотрудники, которые записывают на вакцинацию, а также пациент может прийти просто в поликлинику к своему участковому врачу и получить допуск для вакцинации. Стоит отметить, что с коронавирусной инфекцией мир познакомился чуть больше года назад, но, вопреки ожиданиям, за это время она не стала менее опасной. Правда, как отмечают специалисты, прервать эпидемическую цепочку возможно с помощью коллективного иммунитета, а значит, надежда еще есть. Первые теплые дни наступили, выпав на выходные. И желание горожан выйти на пикник или прогулку за городом возросло. Правда, когда на термометре плюс 15 и выше, последнее, что хочется сделать – надеть закрытую одежду. Но сейчас это не просто рекомендация, а необходимость при нахождении на природе. Активность маленьких, но совсем не безобидных паукообразных клещей уже началась. И даже есть первые жертвы. За истекший период 2021 года в областном центре от нападения этих членостоногих пострадало 12 человек. Все из них – дети. Такая статистика объяснима. Местом встречи с клещами оказываются безопасные на первый взгляд территории. Парки, скверы и даже личные подворья. Сезон нападения кровососущих в Бресте начался. Значит, самое время освежить в памяти важную информацию. А я вам в этом помогу. Оставаться в душной квартире, когда за окном светит солнце и термометры показывают уверенные плюс 16, просто невозможно. Брещане отправляются на прогулки или уезжают на дачу, чтобы побыть наедине с природой и насладиться теплыми весенними деньками. Правда, остаться с лесом один на один все равно не получится. Клещи поджидают свои жертвы на каждом шагу. Но главное, перед тем, как отправляетесь на прогулку, нельзя забывать об экипировке. Косынка защитит ваши волосы от попадания клеща. Верхняя одежда из скользящей ткани, где манжеты плотно прилегают к запястью, тоже не даст пробраться паукообразному. Ту же функцию будут выполнять резиновые сапоги. Вот теперь можно отправляться на прогулку. Кроме того, специалисты советуют, чтобы вся одежда была светлых тонов. В таком случае обнаружить и вовремя устранить клеща будет проще. А значит, вашу прогулку ничто не омрачит. Как не удалось, паукообразным испортит нашу сальмой вылазку. Правда, если вы гуляете со своим домашним питомцем, не забывайте его периодически осматривать. Клещ движется по телу собаки несколько часов, а значит, время найти и обезвредить паразита есть. Первые клещи на стационарной точке наблюдения были обнаружены 2 марта. Их численность растет, активность тоже возрастает. Есть уже первые пострадавшие. Для нашего климата характерно два пика активности клещей. Первый пик приходится на апрель-май. Летние жаркие месяцы, их активность падает. И следующий пик наблюдается уже к концу августа, сентябрь, октябрь. Но поскольку погода у нас нестабильна, клещи в принципе есть весь год. Но сейчас, весной прогнозируется их всплеск. Стоит помнить, что сами по себе клещи не так опасны, как те болезни, которые они передают. Лайм, барелиоз и клещевой энцефалит инфекции, с которыми никому не хотелось бы познакомиться. А потому стоит с особой осторожностью подходить к опасным зонам из-за большой численности членистоногих. Такими являются лесополоса возле Брестской областной больницы, территории, прилегающие к парку воинов-интернационалистов, Красный двор, прибрежные территории реки Муховец и дачное товарищество. Уровень заболеваемости лайм, барелиозом и клещевыми инфекциями остается на таком высоком уровне по сравнению даже с другими районами Брестской области. Брестской области хотелось бы сегодня сказать о том, что инкубационный период от момента укуса клеща до появления первых признаков клещевого энцефалита в основном три недели. А вот при лайн-барелиозе может быть от семи дней до двух лет. Опасность клещей заключается еще и в том, что заметить их сразу достаточно сложно, а укусы их, как правило, не вызывают боли. Перед тем, как возвращаться с прогулки домой, необходимо провести осмотр самого себя и своего домашнего питомца, чтобы уж точно не принести клеща домой. Что мы с Альмой сделали. Каждый участок кожи питомца прощупали, выискивая зловредного клеща, обратили внимание на паховую зону и зону головы. Не забыли мы про лапы и хвост. Соблюдайте простые правила на зубастый хоботок клеща, вы точно не попадетесь. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Ирина Левчук. Желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова